Ну что ж, продолжение моего репортажа похода в Ашан 27 марта. Сейчас я пришел в мясное отдел, вот посмотрю, как здесь вообще обстоят дела. Тут мясо у нас, полуфабрикаты также должны быть, да? Ну, самое первое, на что я натыкаюсь, это полки с индейкой. Практически, я могу заметить, ничего нету. Вот осталось буквально последние 7 упаковок. Остальные полки полностью пустые. Давайте дальше идем тогда, смотрим. Ну вот, что я могу заметить. Тоже прям остатки остались, да, я смотрю. Это у нас что? Это у нас печень охлажденная. Тоже буквально прям последние упаковки. Просто последние упаковки. Так, это у нас окорочок. Вообще полки полностью пустые, да? Ну, здесь есть, конечно, прям буквально последние упаковки остаются. Опять же, ну это остатки на самом деле. Тут, я так думаю, ближайший час-полтора просто товара не останется. Ну, просто даже посмотреть. Не, ну тут, в принципе, еще так нормально. Но это, опять же, далеко не со всем товаром такие дела хорошие обстоят. Ну, в принципе, по мясу я понял. Я думаю, вы тоже все наглядно увидели. Сейчас мы смотрим дальше. Ну вот, прям вот самая центральная аллея, центральный проход, да? Просто вот такие огромные пачки, упаковки прям из-под риса по 40 рублей. Даже на самом деле удивительно то, что рис сейчас так подешевел. Потому что я помню, я ходил буквально дня 3-4 назад, да, в Ашан. Ну, даже не в Гагаринске, там другие, а в других торговых центрах. Я видел рис дороже в 2 раза. То есть цена начиналась примерно где-то от 75 рублей и выше. Ну вот, собственно говоря, я так понимаю, дело с крупами. Крупы, макароны. Вот сейчас посмотрим, что у нас тут, как дела обстоят. Ну, макарон, на самом деле, я вижу весьма много. То есть, в принципе, в плане макарон ситуация весьма такая нормальная. То есть, надо сказать, это не самые такие дорогие. И при этом их весьма много сейчас. Так, ну вот опять вижу довольно-таки много риса. В принципе, даже до этого, я думаю, вы все увидели. То, что даже на центральной аллее стоят прямо просто здоровые упаковки. Даже не начатые. А вот что касаемо гречки, я кроме вот, вот пока что, как в таких коробках, ничего не увидел. Не, ну может я, конечно, просто не нашел, но посмотрим. Для тех, кто мог подумать, что это гречка, я вас разочарую. Это у нас геркулес. А это перловка. Да, что-то я, походу, с гречкой напряг. Ну, вот что-то у нас тут рядом есть. Сейчас посмотрю. Не, ну тут тоже ничего нету. Это вообще не гречка. Да, с гречкой, походу, в магазине уже проблемы снова начались. Хотя буквально несколько дней назад, если можно было прийти, ее было, ну, весьма много. Что в Ашанах, что также в Глобусе. Да. То есть, ну вот, что я вижу, да. Риса много, это хорошо. Но гречки что-то вообще не видать. Ну вот, ситуация как-то вот так обстоит. Ну, я думаю, сейчас еще стоит также прогуляться в конец, где у нас химия. Ну, давайте заценим ситуацию с туалетной бумагой. Прямо уж так под конец, да. Очень интересно, что происходит у нас здесь. На самом деле, сейчас в магазине очень много покупателей. Ну, скорее всего, наверное, это и связано как раз с будущей нерабочей неделей. Вот я сейчас как раз иду туда, где у нас химия. Ну, в плане туалетной бумаги, хочу сказать, магазин, походу, подготовился. Смотрите просто, какие прям... С мою высоту прям, да. Сколько упаковок лежит. С мой рост прям даже. Сколько туалетки. Так что с ней проблем сейчас возникнуть уж точно не должно. Несмотря на то, что вот я смотрю на ту сторону, да, и пустые полки вижу. Тем не менее, туалетной бумаги здесь очень много. Я думаю, хватит на всех. Ну, в принципе, тут я особо такое... Ни на чем акцентировать внимание не буду. Так что... Ну, наверное, все. Собственно, это самое основное, самые такие закупаемые товары. Гражданами, да. Я думаю, в принципе, ситуацию вы поняли, что сейчас уже творится в магазинах, в таких крупных гипермаркетах. Ну, и что можно ожидать прям уже на этих выходных. То есть, я так чувствую, ажиотаж уже, на самом деле, начинается, к большому сожалению. Но все равно призываю людей не скупать просто полками товары, в том числе и овощи. Ну, гречку я уже не нашел. Так что с этим, я думаю, уже проблемы. Ну что ж, всем спасибо за внимание. До свидания.